Добрый день! Снова с вами я, Лена, из студии Handwork Decor. Сегодня я проведу эксперимент. Что лучше? Губка наждачная шлифовальная или наждачная бумага для шлифования на утюжке. Для чего я провожу этот эксперимент? Мне нужно идеально ровная поверхность для одного мастер-класса. Я не знала, чем мне отшлифовать, потому что досочки разделочные, вроде как готовы, но они шершавые. Для моего мастер-класса такое состояние не подходило. По поводу вот этих губок наждачных шлифовальных я встречала только два вида. С одной стороны, они разные с двух сторон. С одной стороны, вот, например, это среднезернистая и мелкозернистая, а другой вид, с одной стороны крупнозернистая, а с другой среднезернистая. Давайте проведем эксперимент. Проверяем. Начинаем. Что здесь удобно? Удобно, что большая площадь, да? Мы сразу захватываем, и давление оказывается на всю поверхность. Это для ровной поверхности мы проводим эксперимент. Все гладенько. На ней молоко. Вот это вот на улице стирает. Теперь берем губку. Я выбираю, с одной стороны, такая крупная, здесь мелкозернистая. Переворачиваю здесь, чтобы сверить. Ну, мне вот здесь маленькой рукой удобнее держать ее. Она легкая, в отличие от этой. Это все-таки тяжесть. Рука меньше остается. Я на весу делаю, иначе камера трясется. Если на стол положить. На столе удобнее будет, конечно. Да, губкой подольше надо тереть. Чтобы достичь вот такого эффекта, как после вот наждачной бумаги на утюжке, мне губкой подольше надо. Но зато легче держать. Так. Но по времени это в два раза дольше. Так. Теперь смотрим, где у нас проигрывает. Значит, для плоской поверхности преимущество наждачной бумаги на утюжке, это то, что поверхность больше, давление равномерное на всем, но тяжеловато держать, да, так, для женщины. Вот. Губка легко тереть, но в два раза дольше. После того, как я ошкурила все, так как у меня шесть штук, мне надо было быстрее наждачной бумагой, я обнаружила, что вот та сторона, которая вот губкой была сделана, она оказалась прям идеально гладкой. И тогда я все дощечки еще прошла, после наждачной бумаги еще прошла губкой. И получила тот идеальный результат, который мне нужен. Вот так вот. А вот такая штучка. Значит, утюжок нам здесь уже не подходит. Здесь надо будет его снимать. Мне нужно сделать шершавый лап, чтобы покрыть краской. Здесь наждачка у нас на утюжке не подходит. Ну, только вот сгибать вот так. Ну, вот круглую поверхность. Неудобно. Так. Берем губку. Берем губку. Я сначала сейчас возьму сторону крупнозернистую из другого конца. Теперь возьму мелкозернистую. Мы видим, да, что здесь я просто сжимаю, и она сама вот в эти вот заходит. Углубление. Да, вот для таких фигурных изделий нам губка просто незаменима. А вот так вот очень долго муторно. А это вообще красота. Ну, вот. Значит, для ровных поверхностей нам лучше всего брать утюжок. И это неплохо. Вот. Ну, а для таких нам нужно брать только губку. И теперь вот что делать с этой бумагой? Все. После того, как мы ее используем, ее надо выбрасывать. А что мы с губкой сделаем? Вот она у нас какая страшненькая. Ну, под краном. Я вас под кран не могу отвести. Я сейчас ее просто в воде помою. Все. Она у нас чистая. как обычная кухонная губка. Отжимаю. Все. И она готова у нас к следующей работе. Ура! Вот эксперимент закончен. Какой вывод я делаю? Первое. Наждачная бумага на утюжке ускоряет процесс. Но ее недостаточно для того, чтобы создать идеальную поверхность. Поэтому лучше делать для ровных поверхностей сначала утюжком с наждачной бумагой и потом до идеальности доводить уже шлифовальной наждачной губкой. Для фигурных каких-то ножек, балясин, там, изделий из дерева лучше всего использовать губку. Еще третий вывод. Как крупнозернистая сторона губки, она что-то мне не понравилась, у нее крупинки вот эти отлетают. То есть я думаю, что она недолговечная. И последний, самый главный вывод. Шлифовальная губка наждачная и наждачная бумага на утюжке это не конкуренты и не соперники. Это друзья и помощники друг другу. Ну и нам. У них любовь и дружба навек. Так что покупайте и то и другое, имейте у себя в арсенале и губку и наждачную бумагу с утюжком. Удивай на и дружб и дружб и дружб и